Страсти, борьба, любовь и конфликт с Богом. Здравствуйте, вы смотрите программу Город Э, с вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня яркие представители 18 века, Вольфганг Амадей Моцарт и Антонио Сальери. Ну, конечно, в лице актеров драматического театра Игорь Новиков, Герман Согорский. Привет. Здравствуйте. Ребят, ну я вас поздравляю в первую очередь с премьерой, с тем, что большая работа проделана, и спектакль вышел, и свои аплодисменты, и свои браво, вы все это получили. Как настроение? Вы, потому что вас тогда трогать нельзя было. Я вот понимаю, что у вас тогда к вам вообще не подходить надо было. Ну, вот, как бы, немного отходим. Ага, потихонечку. Расслабляемся, но как-то вот еще есть что-то в душе такое, как осталось еще. И, наверное, останется надолго. Потому что это невероятное ощущение вообще этого спектакля. Я вот ловлю себя на мысли, что я не верю, что это со мной происходило. Как будто бы все вот. Другой какой-то человек. Это ощущение праздника есть, то, что праздник состоялся, это действительно праздник. И есть такое желание немножко отдохнуть, чуть-чуть совсем. Потому что, наконец-то, для нас своеобразные новогодние каникулы у нас стали. То есть, когда вся страна отдохнула, теперь несколько дней можем отдохнуть и мы. Восстановить голос, силы и снова в бой. Герман, ну ты даже сказал, что у тебя действительно сорвался голос, и ты там чуть ли не заболел, и ты молчал перед спектаклем долго и упорно, ни с кем не разговаривал. Ну да, было такое, потому что нагрузка была большая, она эмоциональная нагрузка, и, естественно, очень много мы говорим, очень много действуем. И поэтому нужно было себя поберечь для того, чтобы донести ту информацию, ту эмоцию, которую нас просил сделать режиссер. И, конечно, волнение, которое неимоверное просто волнение было у нас. Я надеюсь, что мы с ним справились достойно. Ну, потому что перед каждым спектаклем, где-то в районе между вторым и третьим звонком, я без 26 иду на грим, но я специально между вторым и третьим звонком убегаю из грима, говорю, простите, потом все доделаем. Я бегу к нему на сцену, где он в кресле уже сидит, жму ему руку и говорю, давай, давай, Герман, потому что я понимаю, что он начинает, а как человек, который начинает, понятно, что я уже войду там ближе к середине первого акта, уже войду в готовое представленное им как бы действо, то есть уже разогрет зал, так сказать. А в самом начале его надо разогревать, и это вот у него это очень удается. Я потому что по трансляции слушаю, и прям в каждое слово так, Герочка, молодец, за текстом слежу сам, за его текстом слежу и думаю, господи, хоть бы не забыл ни одного слова. Вот вплоть до такого. Слушайте, ну это помимо того, что такая большая партнерская работа на сцене, при такой, мне так кажется, сейчас поправите меня или нет, люди должны сдружиться еще, да, потому что это мало просто быть коллегами в этом смысле, нужно на каком-то ментальном уровне друг друга слышать, слушать, чувствовать, да, и каждое движение пальца и уголка рта, наверное, ловить. Я начну, ладно, просто вот в процессе этих репетиций, нет, мы и так с Германом хорошие друзья, а здесь просто я понял, что я за ним хожу, как хвост по театру, он курить идет, я с ним курить, он нас, но я за ним, и вот рядом все время как. Ну да, и, ну потому что на самом деле в таком дуэте, в таких ролях, в таком спектакле, это надо, это должен быть реальный дуэт, двух. Ну, в самом начале, когда мы начали только эту работу, мы понимали, что она будет сложная для нас двоих, и, слава богу, мы еще и сидим в одной гримерке, поэтому мы просто вдвоем с ним договорились, такой был сговор, действительно творческий сговор двух уже взрослых людей о том, что давай сделаем, но только сделаем честно, не важно, что будут говорить там критики, не важно, что будут говорить зрители, мы, по крайней мере, по отношению друг к другу и к себе сделаем просто честную работу. Если мы ее честно сделаем, тогда мы сами получим удовлетворение. Ну, насколько у нас это получается сейчас, ну, я надеюсь, что зрители увидят и оценят. Это видно, да, наверное. Не могу не спросить по поводу того, что, ну вот смотри, спектакль был, это возрождение своего рода спектакля, но в целом, ну, кроме персонажа императора, наверное, да, все остальные поменялись, заменили друг друга, кто-то остался, стал играть другие роли и так далее, то есть мы не можем говорить, что это какие-то вводы большого количества людей, это новый спектакль, ну, старая история в новом формате, наверное, как-то так. Вот, но тем не менее, был спектакль и не там 50 лет назад, а там, да, 15 лет назад, 10 лет назад. Как с этим справлялись? Смотрели ли видео то, которое было? И была ли такая задача? Или наоборот, вам режиссер сказал, нет, не смотрите, делаем все там по-другому иначе? Как вот с этим? Потому что, когда ты видишь тех людей, которые уже это делали, да, сколько-то там не так давно, так скажем, по театральным меркам, и вы это делаете вновь, и нужно, естественно, сделать не хуже. Ну, видео приходилось смотреть в любом случае. Не хотели? Ну, поначалу это как бы было невозможно не посмотреть, чтобы хотя бы представлять, о чем идет речь. Все равно же, как-никак, какой-то рисунок сохранился в спектакле того, поэтому... А от этого никуда не уйдешь, Гришко тот спектакль ставил, он же заново не будет там ставить. Но он получился, что поставил заново с нами. Вот уже начиная, наверное, с середины работы, вот, по крайней мере, ну, помнишь, мы говорили, давай посмотрим, а потом уже как-то все, не будем. И будем делать как-то уже от себя, потому что поначалу сложно было от себя, действительно, потому что ты понимаешь, что вот, я вижу Олега Константиновича на видео, и меня просто тянет то же самое, порой интонации были поначалу те же самые. И потом, когда уже чисто технически мы вошли, там, вот в какой-то, ну, определенный рисунок, то уже и Олег Константинович мне говорил, и Валерий Викторович говорил нам обоим, что уже от себя, как бы, ищи это, как это ты, не вспоминаешь, как я это делал, а как вот. — Одну секунду для зрителей поясню, что Олег Константинович, мы имеем в виду Олега Белова, заслуженного артиста России, который в свое время, вот, в 2004 году играл как раз Амадея, Моцарта, и он с вами работал как... — Он со-режиссер. — Как со-режиссер, да, в данном случае. — Он помогал не только мне, как в роли Моцарта, так как он ее играл, и Герману тоже помогал, и Солири. — Ну, в целом по спектаклю. — Да, ну, короче, он все с нами. — Герман, у тебя как это происходило? Потому что я знаю, что, в принципе, актеры, ну, на две категории делятся. Одни категорически не смотрят ничего, да, чтобы даже ничего не сбивало, другие какую-то полезную информацию, да, черпают из этого. — Нет, ну, Игорь прав в том плане, что, во-первых, у нас были очень сжатые сроки, а во-вторых, получилось так, что мы посмотрели этот спектакль до того, как было принято решение о нашем вводе в этот спектакль. То есть, ну, как бы, работая в этом театре, нельзя не знать его историю, нельзя не знать те спектакли, которым гордится театр до сих пор. Естественно, мы его уже видели, но никогда не примеряли эти роли на себя. И тут вдруг, так вот неожиданно бывает в судьбе, что тебе режиссер предлагает эту роль. Конечно, Игорь абсолютно прав. То есть нужно было сначала прочитать тот рисунок, в котором существуют наши персонажи. А потом, и Валерий Викторович на этом прям действительно остановился и сказал, «Ребят, вот сейчас вы этот рисунок освоили, все, теперь вы этот рисунок делаете своим». Потому что то, что было присуще Сан Санычу, это был веселый, добродушный человек. И как он умел работать с залом, который влюблялся в него просто вот за секунду, естественно, у меня другая немножко природа. Я не говорю, что меня не надо любить. Нет, любите меня. Любите меня, пожалуйста. Да, но у меня немножко другая природа, и она мне не свойственна. И, конечно, это было бы просто изображение Сан Саныча на сцене. Поэтому Валерий Викторович сказал, «Ребята, у вас воля рисунок, теперь вы его делаете своим». Поэтому у нас немножечко поменялся рисунок, чуть-чуть. Но просто свойственны именно нашей природе. А в целом, ну, все осталось так, как оно есть. У нас есть сюжет с генеральной репетиции этого спектакля. Давайте посмотрим и вернемся. Для Владимира Гальченко роль императора Иосифа II уже знакома. Только вот поменялись партнеры по сцене. Роли Олега Белова и Александра Амелина теперь играют Игорь Новиков и Герман Загорский. У меня новая компания. У меня новый придворный композитор, маэстро Сальери. У меня новый мальчик талантливый, который пишет оперы на немецком языке, как я люблю. Это Моцарт. Вот, как будут развиваться наши отношения, посмотрим сегодня. Возвращать Амадеус в репертуар в Самарском театре драмы не решались долго. Слишком сильным и запоминающимся был первый состав. А сделать слабее нельзя. Мы не имели права сделать спектакль ниже уровнем. И вопрос, не кто лучше играет, кто хуже, так же сыграть. Потому что все актеры – это индивидуальность, это самостоятельные творческие линии. Главное, чтобы это были такие же яркие, интересные авторские работы, как у Амелина и у Белова. Олег Белов на генеральной репетиции находился в зрительном зале и лично наблюдал, как родная постановка обретала новую жизнь. Ребята огромные молодцы, потому что, во-первых, материал сложнейший. И это, конечно, большое счастье с таким материалом соприкоснуться. Уж я, как никто, могу говорить об этом. Премьера спектакля состоится уже в эту субботу, 14 января. Авторы верят, что у постановки будет долгая и яркая жизнь. Слушайте, ну действительно, текстом моря. Спектакль сложнейший при всей его красоте и этих безумных костюмах, вот этих золотых шторах, декорациях. Он в целом очень такой визуально насыщенный. Очень много ты видишь красоты, когда приходишь как зритель на этот спектакль. Тем не менее, у вас, и в частности, Герман, у тебя, да, просто какие-то километры текста невозможного. Как с ним вообще, я не знаю, как с ним жил? Как ты с ним живешь? Я не скажу боролся, потому что ты его поборол все-таки. Вот, но тем не менее, это же колоссальная работа, колоссальный труд. Я понимаю, что это твоя профессия, но тем не менее. Там же каждое слово не просто нужно рассказать, да, его же еще и прожить надо. Если честно, до сих пор сам не понимаю, как это все получилось. Вот, но я еще раз говорю, просто когда мы настраивались на эту работу, было понятно, что нужно собраться. И собрать все силы, мыслимые и немыслимые, для того, чтобы получился хороший спектакль. И все, что написано, нам повезло с автором. Потому что все, что написано, написано на самом деле лаконично. Нет никаких лишних фраз, нет, как вот мы иногда говорим, воды, да, которую мы льем просто, а там все по делу. А сложность действительно спектакля в том, что он выписан сценами. И, конечно, вот во втором аксе, особенно у Игоря сложные сцены, когда он играет такого живого, бодрого, да, Моцарта. И буквально через несколько моих слов, я еще могу себя подготовить как-то, он играет уже абсолютно больного, неуравновешенного слегка уже, да, такого, как я там говорю в тексте, свихнувшийся Моцарт на веселе от дешевого вина. Он за секунду должен перестроиться в другую сцену, ощутить эту физику и уже начать по-другому действовать. Вот в этом, конечно, сложность невероятная. И я надеюсь, что, как бы, зритель успевает улавливать, да, мы, конечно, нарочито не стараемся делать это ярко, да, вот здесь я раз, я сразу больной, здесь раз, я здоров. Да, чтобы это было лаконично, но, тем не менее, вот чисто актерский, это, конечно, сложно, но это интересно. Потому что, если бы не это, тогда, ну, может быть, мы бы и здесь и не сиделись. Я еще хочу поговорить о том, что, ну, как это можно сказать, такое бывает раз в жизни, да, такой спектакль, ну, максимум два, я не знаю, да, то есть это не то, чтобы большая редкость, но это большая актерская удача, да, заполучить такие роли. Это помогает или мешает? Или как вы к этому относитесь? Может быть, не помогает, не мешает, а как-то иначе? Игорь, вот у тебя теперь в репертуарном листе Амадеус, Амадеус, Вольфганг Амадей Моцарт. На минуточку. Да, на самом деле, как говорят и Валерий Викторович Гришко, как говорит Олег Константинович Белов, такие роли — это подарок судьбы. Действительно, подарок судьбы. И говорят еще, что после такого спектакля, вот как у нас с Германом, просто может судьба категорично поменяться в театре. Она как бы и так хорошая, но еще лучше становится. Тут вот, да, поплю. Актеры — люди суеверные, дорогие зрители, поэтому с ними лучше так не шутить. Не, ну я не особо суеверный, конечно, но все равно поддерживаю, когда рядом сидит коллега и делает так, приходится тоже так сделать. Да, действительно, такие роли — это подарок судьбы, и они... Ну, редкость. Действительно, такой материал, такие роли, такой спектакль, и это очень дорогого стоит на самом деле. Но есть груз. Вот, Герман, расскажу маленькую тайну все-таки зрителям. Не могу, журналистка, я во мне вот это кипился. Я знаю, что когда вы разговаривали изначально с Валерием Викторовичем Гришко, и он тебе сказал, что давай попробуем, и ты четко ему заявил, что а мне что, каждый день такое предлагают? Ведь правда? Вот это груз, это же своего рода все равно груз, пусть и приятный. Нет, это действительно такая ситуация была, когда я пришел к нему в кабинет, и он, значит, говорит, вот предлагаю тебе такую попробовать роль. И я на секунду задумался, потом действительно поворачиваюсь и говорю, ну, Валерий Викторович, ну, не каждый день человеку предлагают сыграть с Альерием. Ну, вот просто раз и сыграть. В таком еще спектакле. Да, в таком спектакле, и, конечно, да, я согласился, такую крылатую фразу, еще помню, кинул, плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Конечно. Такой, значит, ушел весь в апалетах домой, а домой пришел и сник на какой-то момент, то, что я думаю, вот это да. То есть груздин-то я назвался, потом кузовок, а полизать так страшно туда. Поэтому, конечно, первое время, вот это пока осознание не пришло. А потом, когда начали работать, там уже было не до того момента, когда нужно оглянуться. Потому что каждый день это репетиции, потому что у нас, помимо этого, шли параллельные репетиции, помимо этого шел репертуар, плюс какие-то гастрольные выезды. И поэтому все нужно было так стыковать очень умело. И спасибо огромное всем нашим партнерам, которые всегда шли навстречу, если мы там говорили, ребята, давайте вот в понедельник, пожалуйста, парную сцену отрепетируем, встретимся. Ребята говорят, да, хорошо, понимая, на какой груз все-таки на нас ляжет в итоге, и на нас всех вместе, в итоге, на весь театр. Потому что, естественно, это не просто премьера, совершенно новая, о которой никто не знает, и не знает, как могло бы быть. А мы уже представляем то, что уже было, и с чем, естественно, люди будут сравнивать. Так или иначе. Но те, кто видели, конечно, это автоматически происходит. Так или иначе, да. Ты не можешь по-другому. Поэтому нет, мы собрались с мыслями, и, как говорил наш замечательный император, ну, в общем, вот так. Слушайте, ну, как притч в языцах, да, праздники и фейерверки. В общем, вот так. По театру сейчас как раз это в данный момент гуляет, да? Нет, вообще, конечно, все эти фразы разошлись на цитаты, потому что у меня друзья, которые смотрели спектакль, тоже на улице там один человек не особо адекватно себя на перекрестке повел, и мой друг уже повернулся ко мне и сказал, это что, стиль модерн? То есть эти фразы из спектакля, они живы, и дай бог, чтобы они жили. Ну, это здорово. Это как раз уж спектакль ушел в люди, это называется, в народ. Да, в народ. Слушайте, хочу вот еще что с вами проговорить. Какой момент? Сейчас за кадром с вами обсуждали социальные сети, которые иногда нам даются во благо, иногда немножко не во благо, но разные ситуации бывают. Тем не менее, как в нашей профессии говорят, плохой рекламы не бывает, да? Реклама — это реклама. Вот. Что там происходит в социальных сетях? Потому что даже нехотя, даже боясь или что-то, но вот это вот открываем, кликаем, читаем, да, и так далее, потому что интерес есть. Чего, каких отзывов больше? Каким? Стоит ли к ним прислушиваться? И вообще, как бы, как в этой ситуации вот не надорвать свою-то душу собственную, потому что могут же вот эти люди все понаписать, что хочешь? Да. Ну, роль... Нет, не роль Сальери, там почти не обсуждают, там его хвалят. То есть это значит не обсуждают, хвалят, значит не обсуждают. А такое жестокое обсуждение по поводу Моцарта. Кто-то пишет там, что Моцарт не был таким. Он же здесь, как это сказать, ну, такой веселый, так сказать, и может порой ляпнуть какую-нибудь острую шутку. Скобрезность, да. Скобрезность, там... Ну, не буду я эти слова говорить сейчас. Вот. И это обсуждают. Все хотят и икону видеть. Вот такого вот Моцарта, который прям такой благостный, очень хороший, да никогда он плохих поступков не делал, все должно быть хорошо. А на самом деле, сколько книжек я не перечитал, сколько не посмотрел о нем передач. Да он же, он реально был таким. Он был веселым и острым на язык. Действительно он был таким, да? Что еще добавить? Ну, то есть, про что? Говорят про то, что неправильно прописан персонаж или про игру, или про что? Потому что... Про то, что персонаж... Вот я была на премьере, вам кричали «Браво!» Откровенно. Я слышала, я рядом с этими людьми стояла. Ну, Мариан, здесь, знаешь, как бы лично мое мнение, есть люди, допустим, которые один раз приходят в театр, потому что их пригласили. Они приходят, они смотрят, спасибо, хорошо провели вечер. Есть люди-театралы, да, и люди, которые... Что такое театрал? Человек, который постоянно посещает театры, который любит театр. А есть театральные критики, которые профессионалы театрального дела, которые знают, как правильно спектакль проанализировать, разобрать и так далее. И зачастую у нас наши любимые, замечательные люди-театралы, они путают себя с театральными критиками, чего не стоит делать никогда. Потому что театрал – это человек, который может судить, а спектакль на уровне нравится, не нравится. Ну, зацепила, не зацепила, да? Да, конечно. И нам это тоже важно, и тоже приятно, потому что это тоже отклик. Но театральный критик – это немножко другое. Это человек, который с холодным умом, с холодным сердцем может проанализировать весь спектакль, посмотреть сверхзадачу, которая была заложена, тему, идею, насколько она раскрыта. И это могут сделать только действительно люди опытные очень в этой сфере. Ну, то есть, по сути, они не ругают, да? Конечно, конечно. Они его просто разбирают по полочкам. И, как правило, достаточно безэмоционально, потому что включишь эмоцию, и все, невозможно уже анализировать. И, к сожалению, некоторые люди, просто думая, что, ну, наверное, они делают какую-то нам помощь, они на фоне каких-то своих эмоций, они начинают немножко переходить на личности. Я думаю, что это не стоит делать, потому что есть, которые нравятся спектакли, есть, которые не нравятся. Бывают разные. Бывают разные зрители, бывают разные спектакли. Поверьте нам, дорогие зрители, что мы, естественно, делаем и стараемся делать во благо, чтобы это не только нравилось, может быть, и поучало, может быть, задавало какие-то вопросы. При выходе вы будете сами все решать. Чтобы зритель ушел немножко другим. То есть он пришел, как кто говорил это? Я не помню, кто договорил. Чтобы после спектакля зритель ушел немного другим. То есть он пришел одним, ну, капельку, как каким-то другим, но другим. Я говорю, просто, есть же такая расхожая тоже фраза, да? Словом можно вылечить, а можно и убить. Просто хочется поблагодарить всех тех, во-первых, кто, конечно, откликается, кто пишет отзывы, кто неравнодушен к тому, что мы делаем. Это приятно. Но будьте, пожалуйста, осторожнее в своих высказываниях, потому что мы тоже люди, и у нас тоже есть эмоции. И поймите, что вы какой-то своей иногда, ну, прямо скажем, нелицеприятной фразой, ну, я же тоже человек с эмоциями, вы меня тоже задеваете по-живому. Это моя работа, я старался, я работал, я вложил в нее много. И вы вот просто розчерком пера, что называется, вы отправили и забыли. Да? А мальчик вырос и не забыл. Вот. Поэтому нет, честно, работаем честно, поэтому во всяком случае перед каждым человеком, кто там пишет или с кем мне доводится общаться, я могу смотреть в лицо, в глаза и говорить, да, я работаю так, как я, ну, не знаю, конечно, возможности, грань своей возможности, но во всяком случае, я стараюсь работать так, как я могу. Вот как раз о росте. Спектакль на вырост, то есть там же есть много ресурсов, да, с которым... Что дальше? То есть, это же не стоп? Конечно, нет. Продолжение более глубокое. Мне кажется, Валерий Викторович, правда, знаете, когда был, когда сказал, что спектакль родится после десятого спектакля. Вот мы сейчас десять отыграем, и мы начнем понимать друг друга. Вот прям на уровне того, что он стоит, я к нему стою спиной, но я знаю, что он делает. И тогда мы будем чувствовать каждого человека, стоящего на сцене, и тогда спектакль начнет жить. Сейчас немножко, конечно, мы все делаем с большой осторожностью, потому что я точно не знаю, насколько вот здесь я дожимаю, а может быть не надо, а как это со стороны смотрится, а может быть я действительно делаю то, что люди уже смотрят, скажут, да вы уже поняли мы тебя, перестань плакать уже, давай уже смеяться начнем. То есть сейчас мы поймем, наконец-то, от чего к чему мы идем в своих ролях. И тогда уже добавится жизнь нормальная, когда уже не будет этого испуганного взгляда под гримом, и что я делаю, что здесь эти капли уже текут сами по себе. Нет, тогда он начнет жить полноценно. И как у Сан Саныча, да, и Олега Константиновича, он действительно станет живым, и он получит настоящий отклик от зрителей. Еще тоже хочу спросить, спектакль снимался на видео, и ваше отношение к я на экране, да, будете ли смотреть, и если будете, то для чего? Я буду. Но ты, наверное, тоже. Я не знаю. Нет, я буду обязательно. Можно вдвоем съесть поп-корн. Вот, это тоже хорошая идея. Нет, я буду даже, может, сто процентов, потому что мне надо посмотреть на себя со стороны. Я же не... Я понимаю, что для этого есть режиссер, но мне же самому надо... Нет, просто некоторые категорически не любят на себя смотреть, а кто-то люблю-не люблю, мне надо для того, чтобы посмотреть, как я работаю и что можно добавить и изменить в хорошую, в лучшую сторону. Мне это скажет Валерий Викторович Гришко, но я еще должен сам это понятие осмыслить, поэтому я буду смотреть. Да ладно! Нет, нигде этот спектакль. Тайком? Если честно, не смотрел ни один спектакль с собственным участием. Не знаю, почему, но... Мне, ну, естественно... Режиссер хватает, да? Мне не нравится то, что я делаю. Тебе не нравится? Мне режиссер, скажи, хватает. Да, мне как бы... Я понимаю, что... Так, а вот здесь... Ну вот надо было... А я вот через силу буду смотреть, мне тоже будет не нравиться. С карандашом будешь, с бумажкой, да? Ну, не до такой степени, но просто какие-то... Ребят, хочу вам пожелать большой удачи, чтобы все в дальнейшем у вас спектакль рос, набирал, месцом обрастал, да? Как это все-таки говорится в хорошем смысле этого слова. Вот. Хочется, чтобы у вас это были ни в коем случае не последние, даже не крайние, да, такие большие роли. Пригласите телезрителей на следующий спектакль вот в эту камеру. Коротко, 20 секунд. Давай. Конечно, мы приглашаем всех любителей театрального искусства, вообще всех любителей театра. Это замечательный спектакль, который достойно вашего внимания, безусловно. Хотели бы поздравить всех с новогодними праздниками, с крещением, пожелать всем удачи, благ и приходите к нам. И еще я хочу добавить, что говорил Валерий Викторович Гришко, этот спектакль мы посвящаем Сан Санычу Амельну и Олегу Константиновичу Белову. Спасибо вам огромное, ребятушки, что пришли со зрителями. Прощаюсь. Пока-пока, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин